Гостиничный комплекс «Золотая миля» – один из пунктов временного размещения граждан из Донецкой и Луганской республик, начал работу 26 апреля 2022 года. Сейчас здесь проживает 183 человека, 68 из них – дети. Здесь создана вся необходимая база для временного размещения. Люди обеспечены предметами первой необходимости. Тут хорошо, мне нравится, потому что нам дали отдельные номера, у нас все отдельно, мы теперь сами, своей семьей, мама, я и моя дочь. В принципе, все отлично, дают все, тепло, кормят хорошо. Меня, в принципе, все устраивает. Мама просто позвонила, говорит, ну такая ситуация, что либо если мы сейчас не уедем, то мы потом вообще не уедем. Пока есть время и есть на чем. Ну вот мы собрались, я прям, честно говоря, за два часа. Медицинская комната, четырехразовое питание в столовой и игровая комната. С детьми занимаются воспитатели из дошкольных учреждений. Развивающие занятия для детей разных возрастов проводятся по расписанию. Все для того, чтобы люди могли жить полноценной жизнью, насколько это возможно в сложившихся условиях. Губернатор увиденным остался впечатлен. Мы сейчас посмотрели, как размещены все постояльцы гостиницы. На мой взгляд, все сделано очень качественно и хорошо, но всегда есть куда развиваться, что делать еще лучше. У меня прямо сейчас по возвращении состоится большое совещание на эту тему, и мы там рассмотрим все возможные мероприятия, все меры, которые мы можем еще предпринять для того, чтобы сделать максимально комфортным пребывание у нас в Рязанской области. Я, конечно, прекрасно понимаю, как им тяжело. И наша главная задача сейчас – обеспечить возможность возвращения к нормальной человеческой жизни. По словам временно исполняющего обязанности губернатора, первоочередные вопросы – защита и обеспечение жизнедеятельности детей и пенсионеров, а также вопрос трудоустройства. Иван Базылюк приезжал в Рязань на заработки в феврале, когда началась спецоперация, так и остался здесь. За ним приехали жена с дочерью. Дочку устроили в школу, а вот сами пока работу не нашли. Назад вернуться возможности нет. Дома мать осталась, я там поддерживаю связь с ней. Тоже, ну, стреляют. Когда начались массовые боевые действия, я сказал, чтобы уезжали сюда. Решить остро стоящие для этих людей вопросы – задача приоритетная. Поэтому и визит в пункт временного размещения в графике Павла Малкова был внесен одним из первых. Я совсем недавно в должности работаю, но мои коллеги знают, что я в самый первый день поставил задачу организовать вот эту встречу, потому что это для нас самый приоритетный вопрос. Все, что касается специальной операции, мы должны смотреть в первую очередь. Рязань в контексте приезда беженцев всегда отличалась радушием. И нынешние условия, созданные для них, лишнее тому подтверждение. Впрочем, на этом свою роль и роль власти в целом Павел Малков завершенный не считает. Как заявил глава региона, каждому будет создан максимально возможный комфорт в жизни и в работе. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».